В эфире «Давай поженимся» программа о том, как найти спутника жизни. Сегодня свидание у нашего главного героя Юрия. Что я такое сказала, сама не поняла. То, что на мониторе было. Давайте еще раз. Давайте. Мама моя, встречая моего старшего сына из детского сада, совершенно обалдела. Она говорит, я чуть в лужу не упала. Говорит, Георгия в 6 лет вдруг задала вопрос. Говорит, Альбина, а кто такие голубые? Мама говорит, я покрасила и сказала, это люди, которые любят голубое небо, голубое море. А он говорит, да я тебя не об этом спрашиваю. Но вы перебарщиваете с моментом того, что вы из мужа делаете идола. А надо из мужа делать пидора. Вот, чтобы он просто, чтобы он поразительный, чтобы он хотим, чтобы он икалась бы этому гаду, который из вас сделал вот такое несчастное дитё. Давайте так. Вот сегодня, в конце концов, в 21 год, не надо выходить замуж. Давайте так. Вот у нас задача. Сегодня будет три жениха. Давайте найдем какого-нибудь плохого и поглумимся над ним. Я вам помогу как. Вот просто, вот отпустите себя, вот отпустите. Что ж ты говоришь такое, а? У тебя одна задача, я тебя не перебивала, у меня другая. Кать, вот давайте. А я помогу, хорошо? Вот с самого какого-нибудь скверного есть, такой будет. Я не знаю, может быть, у нас сегодня будут одни Ленины, конечно. Ну найдем какого-нибудь говнюка и просто его, ладно, чечелочку на нём. Хорошо, попробуем. Я помню, у нас одна очень известная артистка, которая летела в бизнес-классе. Это просто для вас рассказывать даже не надо. Тоже накатив уже, потому что перелёт был долгий из Америки. Летели приличные бизнесмены. И она вдруг стала делать уголок между двумя вот этими, знаешь как, между двумя сиденьями она делает. Она почему-то вдруг в своей, там, почти 50, стала показывать, какая она спортивная. А муж сидел и напивался на первом сиденье, тоже артист. Она показывала уголок, потом она тоже решила, а там же маленький проход в бизнес-классе. Потом она решила сделать стойку, не получилось, и муж ей сделал замечание. Он, допустим, даже не успел договориться, там, типа, может быть, ты сядешь, она ему сделала так. Она уже готовила заранее. Смешно, это так, в соус пришлось, не надо. Да, тут программа просто история известна. Это чьё было желание вообще рожать так поздно? Зачем? А мы же в Узбекистане, там по 10, по 15 детей, я мало слишком. И местные женщины вот в Табас столько лет рожают детей? И больше даже, и в 70 рожают. Ну хорошо, ладно, мне про 70 не рассказывайте. Ну вам же 72, вы говорите. Ну мне 72, но я родила-то где в 64. А вы, ещё у вас всё впереди? Ну конечно. Не, я уже задумываюсь, всё-таки надо прилично себя вести. Что ж я буду людей смешивать? Скажите, пожалуйста, а сегодня хотите в свои 33 года прибиться к дедушке? Не обижайтесь. У которого трое детей, и которые будут всё время говорить, нет, это мои, а там ещё тётя, а там ещё сестра, а там ещё херово тучи этих родственников, которые вот говорят, слышь, пришла к нам и по нашим правилам. Мудрая женщина постарается не указывать мужчине, как вести и как выбирать дорогу, а позволит ему, если она ему доверяет, а я надеюсь, что она ему доверяет. Это вы в книжке в какой-то прочитали. Да, безусловно, это психологическая литература. Послушайте, я тоже читаю эти книжки, и только кроме того, дебилы, уроды, что за ситуация, нужно разговаривать, а если ты не можешь найти, пишите письма друг другу. Вот я пишу, милый, сегодня утром я попросила тебя забрать почту, и сказала, да пошла ты, я ещё не выспался. Ты поступил неправильно, потому что ты должен был мне сказать, милая, не сейчас, позднее трусы надену, бред, читаю и думаю, чтобы вы сдохли, писатель. К жизни не имеет никакого отношения. И вы сейчас ведёте себя так же. Да, да, а сердце что-нибудь скажите. Роза, ну я права. Сидит клёво. Молодая женщина. Вы сидите в трое здоровых, голубов, красивых. Гопни поджар. Ни одного вопроса. Вот она мечтает жить в Лихтенштейне. Я забыла её спросить, почему именно там. А что это такое? Это где? Страна такая. Такая маленькая страна, где мы всё время в футбол играем. Давайте, чтобы немножко рассеять, просто одна минута рассказываю анекдот. Мойша приходит домой и говорит, мама, ты знаешь, что я женюсь? Она говорит, ну и слава богу, сыночек. Кто она? Она очень хорошая девочка. Она нашего круга, её зовут там Соломей. Ой, замечательно. Она сегодня придёт к нам в гости. Замечательно, я приготовлю еду, всё. Она придёт не одна. Очень хорошо. Мамочка, ты не могла бы сегодня переночевать где-то? Почему? Потому что все комнаты будут заняты. Почему, сынок? У неё двенадцать детей. Хорошо, сынок, я так счастлива. Дети, это же замечательно. Дети уже есть. Ей нужно будет думать. Мне даже совершенно не нужно будет никуда уходить. Почему, мама? Потому что я умру. Мария, сколько времени вы уделяете ребёнку? Свободное время практически всё. У меня были занятия в институте, соответственно, я там проводила целый день. Вечером мы были вместе. Вы теперь понимаете, вы уже... Далее, выходные. Вот недавно, буквально неделю назад... А вы с Васей как встречаетесь? А мы с Васей встречаемся. Ну, опять же-таки, как встречаемся? Неверность ему не подарили? Нет, не подарила. Не подарила, сказал, что тоже недостойно. Я тоже, кстати, вам секрет. Я своей детственностью носилась, как курица с сетём. Я думала, мой первый мужчина будет или Питер Утул, или Роберт Денир. А если вы в России, то Высоцкий. Почему-то я думала. Владимир Высоцкий. Это не для программы, это уберет. Надежда, ну я просто, как только Вас увидела, я сразу поняла, что Вы непорочные. Вы просто абсолютно вот девственные. Именно так я и представляла 25-летних девственниц. У меня был опыт знакомства с человеком, которому на данный момент 54 года. И человек мне отказал. Это был Борис Михайлович Моисеев. Я ездила к нему свататься. Да. С ним бы Вы были до гробовой доски девственниц. Да, 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 да. Понимаешь, она же не понимает, что Писко Хоим называется, например. Вот такие вот вещи. А для замужества это... Конечно. Однажды я приезжаю, открывает мне, значит, теща и говорит, ой, Юра, почему ты приехал без звонка, говорит. Я говорю, ну и что? Захожу и вижу такую картину. Два голубчика лежат в постели вообще. А теща еще говорит, ты, говорит, их, пожалуйста, не беспокой. Они, говорит, так устали, говорит, сегодня, так устали. Я говорю, да господи, ну, конечно, Пусть отдыхает бедная. Пусть просто замерз, они гуляли по Москве, замерз. Ну, я так понял, да. Чисто погрецы легли по-дружески. Да, я так и понял. А Вы прям сразу себе нафантазировали. Просто сегодня понятие мужчина и женщина стерлась. Бабы с яйцами, мужчины ходят с длинными волосами, понимаешь? И что? Непонятно. Это унисекс. Все пахнут одинаково. Духи унисекс, одежда унисекс. И Вы все сравнялись. Не, ну если с таким кривым лицом будете каждый раз... Нет, раз она курит, значит, она пьет. А раз она пьет, значит, она гуляет. А зачем мне такая жена нужна? Правильно, нет? Не, ну гуляет, послушайте, уже после сорока, я так думаю... А как? Это затруднительно. 45 баба ягодка опять, а как после сорока? Ну, знаете, смотри, какая ягодка. Ей всякая ягодка послен. Так ее... И куру не клюют, какая бабочка. И гусики. Ох, Виталий, Виталий. Вы отвечаете за нравственные основы. Нам вообще все равно, от кого рожать детей, честно говоря. Мы для любви созданы. А вот что Вы в наши головы вложите, какую нравственность, это от Вас зависит. Мы что, овцы, что ли, в нашу голову? А если мы уже готовы... Ну, не знаю, не знаю... У меня уже есть своя нравственная основа. Да, объект, не знаю, для любви. Ты совершенно зрелая женщина. Вот как я... Лариса, нас не сравнивай. Мы вообще тут, это, знаете, мы эти проповедники. Мы истину проповедуем. Ой, ну я... А женщина приходит. Я простая. Не, я простая. Я совершаю ошибки каждый день. И поэтому я как-то, ну, понимаю, кому-то надо, кому-то... Кто-то еще сам может мужчину взять за руку и повезти за собой. Вы знаете, я так думаю, что если эта программа закончится когда-нибудь, я могу быть экспертом-криминалистом. То есть я могу, буду считывать уже покупам, как глухонемы, в школе немых. Я просто смотрю вам в рот и уже могу без звука поднимать, о чем вы говорите. Девочки, что вы все умираете. Югаламана, это у нас четвертая программа. Вам ну как, ну нельзя. Включите чувственность ума. И потренируйте ее сегодня на наших мужчинах. Как-то сложно очень. Я даже не знаю, чувственность ума. Ну, когда наши бабки сидели в пещерах, проходило много народу мимо. Надо было понять, кто к тебе, с какими намерениями. Мозги надо было включать. Поэтому я всегда мужикам говорю, никогда нас не обманывайте в лицо. Мы это чувствуем. Мы это сразу видим. Обманывайте по телефону. Слушай, а тебя как торкает этот вот этот козелизм 2012? Они хуже. Конечно, уроды. Это Олег. Он не потерпит ревность и животных в доме. Это мне вот этот 12-й год сейчас в голове. Скажи, Василис, идиотизм этот все не будет никакого 2012 года конца света? Можно мы с тобой потом про это поговорим? Нет, ну ты можешь мне сейчас сказать просто? Это еще хуже. Я могу сказать, что отчасти предположения правильные. Да ты что? Да, поэтому я не иду смотреть этот фильм. Говорю абсолютно серьезно. Все, я не работаю. Ну скажи. Возможно, вплоть до... Я думаю, что это военные конфликты, на самом деле, в мире, которые будут развязаны к этому моменту времени. И абсолютно экономической подоплеки ситуации. Конечно, это никакие не космические трансформации, никакие не такого порядка ужасы. Но это реально непростая ситуация, скажем так, общественно-политическая. А скажи, они могут вот эти создатели передохнуть все, нет? Кто? Ну, создатели. Кто вот это замутил? Это 2012 год, фильм, вот это все. Точно наживается на этом. Ну, я как раз думаю, что те, кто вот эту волну толкают, они пострадают. Так всегда бывает. Да, мужик их накажет? Ну. Тема, иди за водкой, я не работаю, все. Не, ну вообще это, конечно, ужасно. Я просто... А что с кем-то? Супер. Он был добрый человек, и мне казалось, что он был искренний. Он сейчас на Волочкову похожий, знаете, который говорит... И когда ко мне подошла эта добрая женщина, и я сказала, добрая женщина, идите нахуй. Понимаешь, получается вот просто вот, получается так. Она все время... А вы знаете, тогда ко мне приходят добрые женщины, мужчины просят автограф. Я говорю, добрая женщина, прекратите, понимаешь, вы прекраснодушничаете. Давайте не будем прекраснодушничать, потому что, когда у его дочки не будет то, что будет у всех одноклассниц, потому что тоже хорошего-то малый приходит И приходят такие к нам невесты, задрочи, которые всю жизнь завидовали своим подружкам. Потому что мама и папа духовной жаждуют, а мы со свечкой ходили и пели «Аллилуйя». Перестаньте, жизнь другая. Давайте все-таки будем смотреть нормально. Здравствуйте, Андрей. О, привет. С кем вы пришли? Антон, любовница моя, Дарьяна друг. Да, это сейчас модно. Кто любовница? Я. А я друг. Дарьян друг. Наконец-то. Свершилось. А, так тогда, может быть, и мы закончим? Не-не-не, нормально. Ну, для разнообразия что-то. Все нормально, все нормально. Моя мама назвала бы такую девушку Шалава просто-напросто. И я к ней присоединяюсь. Совершенно никакой серьезности, и ребенок, ну вообще, то есть, вообще, никаких ценностей. Ваши следствия дома с ребенком, наоборот, молодежь, что она. Клубы, гулянки. Если бы список ее женихов был бы часа на три программы, тогда можно было бы вот это слово применить, которое ты говоришь. А, Чилю, хорошее слово. Она классический водолей. Роза, как и ты. Да что ты. Да я просто вообще, я ангел перед ней. А ты полтора года ходила в декольте с татуировкой на спине, и именно так ты встретила здесь своего мужа. Когда-то я с татуировкой-то ходила? Ты ходила в декольте полтора года, ты недавно стала ходить в пиджаках и с косыночками. Не, минуточку. Все помнят, давайте посмотрим. Минуточку, минуточку. Я, когда свакой не замужем была, я кольцо вручально носила, чтобы никаких вопросов не было, чтобы невеста приходила и знала, свака занята. Два украинца разговаривают, один другому говорит, да весь жопенька какие у русских фамилии смешные. Зайцев. Он был тоже украинцем. Оксана точно не хочет соревноваться с мужчиной в доме и безоговорочно готова... Оксана точно не хочет соперничать с мужчиной в доме и безоговорочно готова... Оксана точно не хочет соперничать с мужчиной и даже безоговорочно готова... Блядь. Это как пчела. Пчела ведь летает и собирает мед. Она тоже видит, что на лугу разное бывает. Ну там, я не знаю, коровы прошлись и оставили после себя что-то. Но она видит только красоту, поэтому и мед в конце получает. А разница между пчелой и мухой, да, муха видит сразу это. Не то, что цветы на лугу растут, а то, что там оставили после себя коровы. Вот мне кажется, что Александра, если пока она прекратит копаться вот в том, что оставили на лугу коровы, и перестанет быть мухой, а станет, как Радмила, пчелой, тогда и мед у нее в семье бузит. Вот в этом большая разница. Какой же скача! А вы думали? Нифига, порвала. Порвала просто. А еще, говорят, Бузеева злыди, и бабки за мной бегают, и говорят, ах ты паразитка такая. Я, в частности, наверное, скорее завистливаю, чем нет. Вот думаю, молодая, как бы треснула бы ей. И тоже вроде все накачала, все сделала, все не то, все не то, понимаешь? Мама надеялась уже, что у меня вечер, а у нее утро. Ну хорошо, как вам, Роза? Я? Я себе хорошо. Спасибо вам большое. Ларисечка, я надеюсь, вам очень понравился этот сюрприз. Спасибо вам большое. Большое здоровье. У нее 200 тысяч долларов. Проходите в свою комнату. Мама, нет! Я люблю тебя, Россия! Дорогая ты моя! Я люблю тебя, Лариса! Боже, смотри. Поставьте, поставьте, поставьте. Все, спасибо. А женщина боится. Все, пожалуйста. Нет, пожалуйста, пожалуйста. Дорогие, смотри, все рукавы. Это сегодня про гринут говорилось. Пожалуйста, никогда не смотри. Сотрите то, что вы сейчас сняли. Почему-то мне все время в стиле. Нет, пожалуйста, сотрите. А я хочу, чтобы увидеть, что вы стерли это. Пожалуйста, не надо. Мне только в интернете не хватало вот этой крении. Лариса, ты понимаешь, в чем говоришь? Пожалуйста, все, кто сейчас снимали вот это на телефоны. Быстро собрали телефоны, кто снимал? И быстро это все стерли все. Собрали телефоны те, кто снимал. Ларечка, и там кто-то еще снимал, поэтому... Люди, будьте людьми, называется это. Да, пожалуйста. Ребят, послушайте людей, не дайте сорвать передачу. Отдайте, потому что передачу закроют, и никто это никогда не увидит. Это лучшая передача, которая выйдет по каналу. Ну, отдайте мне телефоны. Бодров снимала, мне 300. Там утренок, патрица. В розовой кофте в очках слева сидящая снимала. Девушка в розовой кофте, в очках слева, да, все. Не скопровитируйте. Воду мне принесите, пожалуйста, воду. Все, спасибо. Все, спасибо. Голову мне, блядь, давление. Ну, эмоции выхлестнули, человек. Да, ничего, ничего, это шоу, я понимаю. Так, получас, я пришел на крутую свадьбу. Молодец. Десять литров молока. Вдруг свадет на телевизоре 81 день. Стоите вы и говорите, давай поженимся. Да, супер. Ну, я быстренько пошел, пообрелся, и потом показали мне фотографию этой женщины, сказали, что я зовут Лариса. Вот я здесь. Все, ребята, спасибо. В свою комнату отправляйтесь, спасибо вам большое. Вам спасибо. Козла, можно пока здесь стоять? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова